Это актуальная тема. Здравствуйте! Ровно неделя осталась до грандиозного события года. 14 и 15 июля в туристическом комплексе «Степной кочевник» стартует 9-й международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников». За свою историю фестиваль постоянно менял место проведения. Сначала он проходил на сцене оперного и в камерном зале филармонии. Неоднократно собирал полный зал русского драмтеатра. Четыре года подряд он завершался грандиозным пикником в этнографическом музее. В 2016 году организаторы поняли, что для роста фестиваля необходимо сменить площадку. Так «Голос кочевников» переехал в туристический комплекс «Степной кочевник». Но знаете, что самое удивительное? Фестиваль с каждым годом не превращается в ежегодное стандартное мероприятие. Напротив, каждый год «Голос кочевников» удивляет. Так вот, чем он удивит на этот раз? Музыканты каких стран нас будут радовать? Об этом расскажет главный организатор фестиваля – художественный руководитель «Брестка филармонии» Наталья Уланова. Здравствуйте! Здравствуйте, Лена! В неделе осталось. Все ли готово к фестивалю? Ну, практически все. Остались еще наши внутренние такие организационные дела. Это логистическая схема, над которой мы сейчас работаем. Потому что очень много коллективов, очень много людей, и нужно организовать их передвижение на сарон-чеки, на концерт, в гостиницу и так далее. Сколько билетов уже купили? И сколько еще осталось? И вообще осталось ли? Билетов продано на сегодняшний день более двух тысяч, но, конечно, осталось. Потому что сейчас очень много поступает звонков из Иркутска, из Читы, и спрашивают, можем ли мы купить билеты, еще не закончились. Конечно, они не закончились, потому что, к счастью, фестиваль проходит на открытой площадке, места много, места хватит всем. Конечно, мы хотим тысячи зрителей. Но мечтать нужно, необходимо, но сколько будет реально, мы не знаем. Но я знаю, что в этом году впервые вы запустили рекламу в Иркутске, в Чите, «Голос кочевников». И есть уже результат? Есть результат. И действительно очень много звонков. Ну, как много? Конечно, я не скажу, что это прямо сотни звонков. Но каждый день люди звонят и задают вопросы по проживанию, как можно ли купить билет на входе. Мы говорим, что можно купить билет на входе. И, в принципе, это радует, что мы ожидаем. И мне пишут люди даже из-за границы, из Европы, из Франции, из Германии, которые едут в Бурятию и заодно, видимо, смотрят, что бы еще такого параллельно посмотреть. И увидят информацию о фестивале. И, конечно же, собираются посетить его тоже. Скажите, пожалуйста, а вот для двух тысяч человек там уже все готово? Палатки? Если люди приедут не со своими палатками? И вообще, как вот эта организация связана? Вообще, в связи с тем, что мы только начинаем вот этот большой формат, к которому мы шли очень много лет. Когда фестиваль задумывался в 2009 году, наверное, тогда еще не было вот таких грандиозных амбиций сделать из этого большой громадный фестиваль. Такая первая мысль появилась на второй год, в 2010-м. Потому что, когда появились группы, уже другая музыка, то есть мы стали смешивать не только музыку традиционных кочевых народов, но и еще европейскую музыку, музыку африканскую и разную другую, то она не дает возможности людям сидеть на месте. Они стали вскакивать с места, танцевать. И понятно было, что уже невозможно делать этот фестиваль в залах. И сама концепция фестиваля и название фестиваля, голос кочевников, а кочевники – это кто? Это те, кто постоянно движется, которые… Это кочевники – это люди, которые не сидят на месте. Это развитие, это движение свобода. Собственно, в этом суть кочевников. Это не обязательно представители Монголии, Тувы и Бурятии. Вот. И когда вышли на открытый воздух, то тоже было не сразу. Люди не понимали, что такое Open Air. Когда мы первый раз назвали Open Air, следующий был год пикник, уже было более понятно. И вот так шаг за шагом шли к тому, что мне вот всегда хотелось видеть тысячи людей и палаточный лагерь. Потому что Open Air настоящий – это именно возможность ночевать. Это ночлег. И вот, конечно, в Бурятии на сегодняшний день нет такого уже организованного пространства, где бы была возможность уже большого палаточного лагеря и так далее. Конечно, большие крупные фестивали, например, вот есть такой фестиваль Alpha Future People, который организует Альфа-банк. Они когда начинали, они вообще на пустом поле сделали проект, ну, электронной музыке посвященной, они поставили тысячи брендированных палаток бесплатно для людей. Но это Альфа-банк. У нас такой возможности, к сожалению, нет, потому что любая палатка стоит денег. И это опять упираемся в финансирование, которого не хватает, несмотря ни на что. Но те, кто занимается фестивалями, вообще большими грандиозными проектами, я думаю, нас понимают. И мы всем сейчас советуем – берите палатки с собой. Привозите, кстати, вот люди, которые звонят из Иркутска, из Читы и других городов, вообще не задают вопросы по поводу палатку с собой, не с собой, а почему так далеко, почему так долго, вернее, как это все будет. Они уже понимают, куда едут, они уже видят перспективу ночлега. Опять же, для наших жителей, у которых еще нет вот этой привычки приехать и провести уикенд под открытым небом в палатке, будет организован общественный транспорт. И они могут уехать домой в Улан-Удэ и переночевать дома. Сразу давайте общественный транспорт откуда идет и сколько раз в день он будет ходить, вот 14-го числа. Во-первых, я сразу скажу, что вся информация подробная будет и уже размещена на сайте фестиваля voiceofnomads.ru, то есть «Голос кочевников», если в интернете набрать, выйдите на сайт. На сайте Бурятской государственной филармонии – это burconcert.ru. Транспорт будет ходить, начнет ходить в пятницу, то есть 14 июля с двух часов дня, с театральной площади, это возле оперного театра. Будут ходить микроавтобусы, 10 штук, и большие автобусы, 45-местные. Тоже оттуда же будут ходить? Тоже оттуда же, по мере наполнения. То есть автобусы будут ходить с двух часов дня до восьми вечера в первый день. И, соответственно, обратно можно будет уехать с 22 часов, начиная вечера, до пол первого. До половины первого можно будет уехать. На следующее утро, в субботу, транспорт будет ходить с 11 утра, с того же места, до, по-моему, пяти вечера. Это для тех, кто не захочет там ночевать. Почему? Вот для тех, кто не захочет ночевать или захочет посетить один день. Допустим, не 14-е, 15-е, а только 15-е, например, в субботу. Они могут уехать на автобусе. Проезд будет стоить всего 100 рублей. Туда и 100 рублей обратно. Но, конечно, очень большое количество людей, мы ожидаем, приедут на личном транспорте. Там есть где разместиться и по питанию тоже все в порядке? Да, по поводу разместиться, если говорить о личном транспорте, то это парковка, которая сейчас строится. Конечно, есть немножко такие какие-то опасения, что вдруг мест не хватит для машин. Но там, конечно же, это же все-таки степь, то есть поле. И я думаю, очень надеюсь, что хватит места всем. И что касается питания, то тоже будет организовано питание, во-первых, на территории степного кочевника. Это прекрасный туристический комплекс, в котором уже есть инфраструктура базовая. Почему мы там стали проводить? Потому что там есть... Это не голое поле, где нужно все строить с нуля. Там есть туалеты, там есть душ, там есть баня. И там есть большая-большая столовая. Уже они в этом году расширились на большое количество мест, где можно прийти и покушать. И горячее, и позы, и плов, и чай, и все, что хочешь. И будут также работать предприниматели, городские, заиграйского района, которые будут под открытым небом тоже жарить шашлыки и разные другие вкусности. И можно будет есть прямо на улице и смотреть на то, что происходит на сцене фестиваля. А в течение всего дня, вот 14 и 15 июля, будет проходить музыкальные номера? Вот они друг за другом? Или как это будет представлено? Да. Каждый день, то есть 14 числа программа фестиваля начнется в 6 часов вечера. Ну, поскольку это пятница, поэтому рабочий день в 6 часов вечера. И будет продолжаться она до 2 часов ночи. Один за другим будут выступать группы. То есть формат фестиваля – это, как правило, такие часовые или 45-минутные сеты каждой группы. То есть в зависимости от, скажем, популярности группы, да, они выстраиваются. И по, скажем, своей, ну, уже жанровой какой-то особенности, да, в субботу программа начнется на большой сцене в час дня. И тоже продлится до 2 часов ночи. В 12 часов вечера там еще помимо основной концертной площадки, вот так называемой мейн-стейдж, да, к большой сцене будет работать еще дневная площадка с 12 до 5, где будут выступать различные этнические коллективы Заграевского района. Пусть каждый может себя там проявить и нашлись. Да, там будет дегустация. Ну, каждый не может себя проявить. То есть это, допустим, площадка, где будет представлена бурятская культура, семейская культура, татарская культура с дегустацией еды, с играми, где будут знакомиться с обычаями. Всевозможные какие-то интерактивы будут с публикой. Будут работать ярмарка мастеров, будут различные всевозможные мастер-классы. Можно будет поиграть в какие-то народные игры, пострелять из лука и просто поиграть даже в волейбол. Это все будет бесплатно? Это не все будет бесплатно, то есть большая часть бесплатна, но какие-то опции будут все-таки за деньги, но не большие, то есть символическая плата. Я думаю, что доступна будет. Ну вот главный вопрос, что нового в этом году будет? Что могут жители республики, гости столицы? Ну вообще, вот этот вопрос, честно говоря, задают каждый год, что нового. Вы каждый год и радуете новшество. А мы каждый год и новые, и новые. Но для меня, вот человека, который очень любит музыку, мне вот, и таких людей, я думаю, будет много, я надеюсь, да. Конечно, для них прежде всего новое, это критерий, это лайнап, то есть состав участников. Кто будет играть, какая музыка будет звучать. В этом смысле у нас каждый год очень все новое, и мы никогда не повторяемся. У вас уже другие группы и другие страны будут? Всегда другие группы, другие страны. Есть, бывают исключения. Одно исключение было с группой Даха Браха связано из Украины, которая, ну я считаю, что это the best. То есть это, наверное, в области World Music на сегодняшний день одна из лучших групп в мире вообще. И нам удалось тогда в 2010 году их впервые пригласить, и их тогда еще мало кто знал. А сейчас они, ну просто настолько востребованы, что, ну просто очень трудно. Ну в этом году они уже не будут? Нет, в этом году они не будут, они у нас были дважды, кстати. И в этом году тоже из серии тех, кто такой совершает камбэк, это группа «Волга» из Москвы. Это в прошлом году они были, то есть перерыв небольшой, но просто это такой удивительный коллектив. Вокалистка прежде всего Анжела Манукян, которая, ну обладает таким великолепным, уникальным голосом. И вот это как раз пример сейчас же, вот наша концепция фестиваля этнофутуризм. То есть взгляд на фольклор через призму не прошлого, а будущего. То есть мы показываем, как может сегодня развиваться народная музыка. Как она может синтезироваться, совмещаться, сливаться, чтобы быть актуальной. По-моему, довольно успешно она синтезируется и развивается. Да, да. Вот. И вот «Волга» как раз, пример, наверное, самый классный, самый такой концептуальный. Как они удачно обрядовые славянские песни соединяют с танцевальной электронной музыкой. То есть в прошлом году никто не знал здесь «Волга». Ну, люди пошли уже на автобус. И тут заиграла музыка и запела Анжела, и все стали возвращаться. Просто это была такая просто великолепная программа, что просто звонили и просили пригласить их снова. И мы пригласили их снова. Ну, они единственные, кто будут второй раз у нас выступать? В этом году, да. Ну, чем еще? Какие еще? Ну, вообще, что еще? Конечно, лично я очень жду группу из Кореи. У нас не было еще корейцев ни разу. А в этом году будет группа «Джамбинай». Это такая очень прогрессивная корейская команда. На самом деле, у нас очень любят кей-поп. Ну, вы, наверное, в курсе, да? Да, такая популярная корейская музыка. Очень сладкая, очень танцевальная. Вот. А здесь совсем другая история. Это по строк. Немичности не будет? Нет. Это прекрасные совершенно три человека, которые на сцене будут пять. Они делают по строк на корейских инструментах. То есть эта музыка такая очень стихийная. То есть такое ощущение, вот она очень похожа на какую-то шторм на Байкале. Я не знаю, там, причем сначала очень такое сильное напряжение, а потом расслабление, очень красивое, очень, ну, очень энергетически насыщенное. И вот сейчас у них тур летний. Очень приятно видеть Voice of Nomads наш в списке, значит, их фестивалей, которые проходят в Португалии, Великобритании и в Корее. То есть они очень востребованы сегодня. Конечно, очень многие едут на... В этом году у нас есть известные имена. Я имею в виду широкой публики. Это группа Сансей. Да, вот я только что хотела про нее сказать. Что вы хотели сказать? Ну, вот я хотела спросить, что за Сансей подробнее. Расскажите, что это за популярный? Ну, Сансей, конечно, все знают прежде всего как половинку пятницы. Половинка пятницы – это дуэт совершенно, ну, для тех, кто вообще не в курсе и не в теме. Это вот известные песни «Я солдат», «Я майка» и «Нева» и многие-многие другие. И вот там Сергей Бабкин и вот Андрей Запорожец. Собственно, вот это дуэт пятницы. Но к нам приедет один человек, Андрей Запорожец, который создал группу Сансей. Это прежде всего очень философские тексты. Очень, причем сочетает в музыке много разных стилей. Это такой фьюжн. И там и регги, и там и рок-н-ролл. Там какая-то такая, может быть, и джазовая тема. Но прежде всего тексты. Тексты у него потрясающие. Ну и вообще это всегда очень энергетически насыщенные концерты. Второй наш хедлайнер – это группа «Калинов мост», которую не все, допустим, понимают сейчас ее участие в фестивале. Но вообще вот здесь, конечно, такая тема. Почему «Калинов мост»? Ну, во-первых, это, я считаю, вообще весь русский рок может органично вписаться в тему world music, этнической музыки. Потому что он русский рок, потому что там вот эта этническая природа русской души, она очень проявляется в нашем образе жизни. Потому что очень многие ошибаются, думая, что этническая музыка – это обязательно народные песни. Ну, тут какая-то тонкая грань такая есть, которую нельзя перейти и в то же время все в рамках держать. Кто вот это все вы составляете, список? И откуда вообще все берется, исполнители, откуда вы их выискиваете, приглашаете? Вот как это все создается? Список, да, это я. В течение года, я так понимаю, вы работаете уже сейчас, наверное, на следующем «Голос кочевников». Ну, я, конечно, у меня список вот такой, да, каждый раз этих, тех, кого хотелось бы. Понимаете, вот всегда хочется… У нас же такая идея рассказать людям о новой музыке, показать то, что они никогда не видели. Потому что часто люди воспринимают музыку либо в телевизоре, либо в интернете. Как говорят, есть Россия шансона, есть Россия айфона, да. Поэтому кто-то вот из телевизора – это Россия шансона, да, а из айфона – это другие люди, которые музыку все-таки знают, слушают более разнообразную и разную. Так вот, у нас прежде всего живое выступление, обязательное, никакой фонограммы, чтобы не было, да. Разные страны мы должны представить. И показать, как вот… То есть мы представляем современную этническую музыку, то есть современное музыкальное искусство. И, конечно, я в этом живу. Мне ежедневно, поскольку мне посчастливилось быть на нескольких музыкальных международных ярмарках, то есть я вот брала отпуск и еду, как правило, на ярмарку, чтобы там послушать в короткий промежуток. И впитываете в себя, и потом реализуете. Я слушаю просто много музыки, да, разные, особенно… Ну, конечно, важно посмотреть живое исполнение в идеале, потому что запись, клип – это одно, но когда ты видишь живое исполнение, ты можешь либо разочароваться, либо, наоборот, очароваться. Вот. И, конечно, ездить не всегда удается, потому что это достаточно дорого, но большой объем музыки, слушаешь, опять же, в интернете, очень много предложений сыплется сегодня нам на почту из различных агентств музыкальных с предложениями посмотреть ту или иную группу. То есть музыки вообще настолько много сейчас стало. Ну, это просто как… Но, опять же, из этого много выбрать что-то действительно стоящее, очень интересное, на самом деле, не так-то сложно, потому что этого стоящего мало. И когда ты его находишь, сталкиваешься с другими барьерами. Во-первых, это востребованность артиста, во-вторых, его цена очень, может быть, уже неподъемная. И приходится как-то искать такие компромиссы, то есть искать варианты, которые были бы интересны, но не настолько еще знамениты. То есть успеть открыть артиста, пока он еще не стал звездой. Потому что вот так вот у меня иногда удается. То есть сегодня мы их приглашаем, да, а завтра они становятся суперстар, ну, в области world music, да, это параллельный мир, поэтому их никто не знает в широкой массе своей. И все, они недоступны. Ну, как бы это вот все, что связано с приезжими артистами. И, опять же, возвращаясь, вот много сейчас разговоров идет, почему приезжие, почему не местные, про местные я сейчас скажу. Потому что мы развиваем событийный туризм. Мы ориентируемся на людей, которые много чего в жизни видели, где только не бывали. И если мы им предложим только наше свое, прекрасное, но свое, они тоже так же это не знают. Этим мы не заманим сразу. Фестиваль становится известным за счет, прежде всего, известных имен артистов. Хедлайнеры, назовем их, или еще как-то, но, тем не менее, они должны быть. Они привлекают вот людей, которых уже много чего видели, слышали, и они едут на именно этих артистов. И, приехав на этих артистов, они вдруг видят прекрасную бурятскую группу. Или тувинскую группу, которые никогда бы просто так не пошли. И они ее видят и влюбляются в нее. И в следующий раз они уже будут интересоваться вот именно этой музыкой. Уже монгольской, бурятской, тувинской, я не знаю, там, корейской, любой другой. Я слышала, что Бадмаханда Аюшеева будет открывать фестиваль. Да. Вот, Бадмаханда Аюшеева – это действительно уникальный голос. Это певица, которая очень многое может. И таких певиц больше и в бурятии я не встречала. Ну, то есть она… Я с вами совершенно согласна. Прекрасна. И что меня радует, она открыта ко всем экспериментам, которые ей предлагаешь. Что с джазом поработать. Вот сейчас будет интересный проект с электронной музыкой и с импровизацией пианиста. Пианист, кстати, тоже наш земляк Денис Хоров, который здесь жил, учился, затем уехал в Москву и сейчас работает в доме музея Скрябина. Он умнейший человек и просто жутко талантливый. Просто настолько талантливый, что я могу его часами слушать и много чего узнавать. Вот. И вот эта команда, она объединилась и вот создала такой проект «Звук Восток». Он называется, он откроет, офф-программа у нас еще будет в филармонии 11 июля. Это будет повторяться все то, что будет 14-15, да? Нет. Она в 11 июля, офф-программа будет состоять из двух отделений. Это первое отделение Бадмаханда и Структура. Вот эти два тоже очень классных парня. Один – это дизайнер медиа, а второй – звука. Они работают один на первом канале, создает вот все эти заставки, другой работает в Яндексе дизайнеров. А во втором отделении будут медийные лица нашего города петь народные и не только песни в сопровождении Иркутского коллектива «Доктор Джаз». Ну, это такой проект называется «Войс оф Фрэнс». Это… Впервые такое. Да. Это те ребята, которые как-то очень трепетно… Хотят спеть. Нет, они особо-то не жаждали. Это мы их пригласили, поскольку хотели… Ну, то есть те, кто умеет петь и очень по-доброму относятся к голосу кочевников, мы им предложили, а давайте устроим такой вот вечер, эксперимент. И они, к моему счастью, все согласились. А еще у нас оф-программа будет 13-го числа, 13-го июля. Это будет театр «Фламенко». Это тоже очень-очень хочется видеть, потому что это будет… «Фламенко» – это обычно гитара испанская, это голос, песня, и это танец, мужской и женский. Вот эти прекрасные дамы с платьями, с хвостом. Ну, там бывает красный, бывает горошек, цветок. Вот это страсть, это печаль, это вот это все. Это все на сцене… Это будет на сцене филармонии. 13-го июля. Билетов, кстати, осталось туда очень мало. Скажите, сколько было потрачено на проведение фестиваля, и как вам удалось выбить эти деньги? Ну, мне уже смешно про эти деньги. На самом деле потрачено… Денег еще нет тех, о которых идет речь. То есть мы… Вот цифра, о которой везде озвучено, то есть миллион, которые нам выдавали несколько лет подряд, субсидия – миллион. Миллион… Сейчас мы попросили дополнительно три, вот это уже четыре. И два миллиона у нас уже бюджет – это мы планируем получить выручки билетов, которые тоже уже идут на фестиваль. Вот для меня это принципиально важно, то, что вот эти деньги, которые мы даже продаем с билетов, это не идут в филармонию, это не идут нам, ни в коем случае. Они идут тоже на расходы фестиваля. То есть бюджет формируется из нескольких источников, в том числе и из проданных билетов. Но ваш бюджет на проведение фестиваля какой составе, сумма какая? Вот сейчас это 6 миллионов. 6 миллионов рублей. Да, да. Это на эти деньги вы встречаете гостей, размещаете их? Я скажу одно, что вот, допустим, большая львиная часть расходов тратится на перелеты. Когда сегодня проезд Москва-Улан-Де-Москва стоит уже за 50 тысяч, вот, и я хочу сказать, что пока у нас будет такая ситуация летом, и никакой конкуренции среди авиаперевозчиков, никакой туризм у нас развиваться не будет. Спасибо большое, что вы сегодня были у нас в гостях. Я вам желаю хорошего проведения мероприятия, и надеюсь, что мы ежегодно будем только, вы будете нас только радовать и радовать, а мы будем ждать, когда вы нам приготовите что-то новенькое. Спасибо. Я напомню нашим зрителям, что у нас в гостях была Наталья Уланова.